добрый вечер дорогие друзья московский проспект у нас на очереди вечерних маршрутов знаю что это место многие из вас прекрасно и добро и тепло вспоминают как место где проведено ваше детство школьные годы вот сейчас вот здесь так красиво чисто аккуратно очень много скверов новых здесь появилась но этих мест еще не дошли работают такие глобальные по реконструкции города какие имеют место быть в других районах как скажем на проспекте царицы кетэва на бывшем шоумианом вот включился светофор можно ехать прямо сторону сам горе на круге что это происходит вот полицейские машины некоторые значит обычные патрульные машины а некоторые такие спецмашины не просто так курсируют следят за ситуацией чтобы не было каких-то там подозрительных движений это очень хорошо что город вот так сегодня печальная новость правда пришла ужасная страшная какая-то из сукдинзи западной грузии там убили 14-летнего парнишку произошла драка на стадионе и кто-то ребенка ранил среди сверстников ножевое ранение прямо в область сердце как раз при езде машина скорой помощи страшная страшная история и вызвали скорую там ребенка повезли в больницу и он по дороге скончался там возбуждено уголовное дело там и не знаю продолжение какое было бы на вот такая короткая информация лентах грузинских информагентств сегодня по новостям грузинским пока этого еще не было потому что сегодня было воскресенье такие аналитические большие были выпуски а вот совсем поздних новостей нет может быть даже это произошло уже после того как сверстали эту программу или какой-то ли в эфир эти новости обычно 8 или же 9 часов вечера они выходят такие воскресные обзорные программы я думаю что они в прямом не думание здесь в прямом эфире выходят но вот наверно потом поступила эта информация то бы и наверное видео было бы какая была бы и картинка было бы изображение пока была только устная информация по этому поводу вот сейчас мы переедем через эти мосты великие где вот этот элеватор сейчас здесь обычно вот такой стоят эти большие грузы у них просто стоянка такая места парковки здесь тоже такая вот большая стоянка много их обычно здесь так так много вообще-то не холодно плюс 11 градусов очень награя приятная температура совсем не ходит я еще собираюсь помыть машину на мойке потому что мы же ездили регион на съемки за горы точно обратно пути и все в грязи днем попасть на это невозможно на мойку потому что большая очередь там придется стоять часами вот есть мойки вот у нас такие очень комфортные и удобные при которых там есть кафешка там можно посидеть пообщаться или там если один там уткнуться в мобильный телефон или же компьютер в лэптоп ноутбук если он с собой сейчас научились афганит по себе с этой стороны вот нормальный вот а нельзя было с той стороны обогнать это наверное его стремление сделать аварию да а потом вот если его вытрусить вытрусить если его с него рубль не выйдет вот ларь и доллар ничего с него не выйдет абсолютно гол как сокол но тут и ничего он не сделает абсолютно а если вот машина твоя застрахована да и тебе сделает страховка потом страховка с него должна будет последние соки высосать вот у нас такой один раз было вот наша машина телевизионная тогда я работал на первом канале программе время вот мы возвращались какой-то съемки мне водитель на двух машинах мы возвращались со съемки потому что я снимал там одну какую-то точку а я тоже умею снимать сейчас для вас снимаю камерой тоже умею снимать я это хотел сказать а вот оператор и водитель они тоже снимали какое-то интервью они должны были снять потом все это должно было объединиться в один сюжет весь этот материал и в общем короче говоря мы вот встретились и ехали уже в редакцию так параллельно вдруг что-то и исчез этот наш этот он исчез вторая машина исчез на мой водитель тарел и гео базация которым наши герги базация которые наши водители вспоминают наши зрители часто вспоминают и говорят как раз на днях мы с ним общались говорили по телефону он обещал ко мне приехать и в общем что случилось какая-то машина тоже также вылетела и ударила она машина тарела и там что-то такое по повалилась и и он какие-то там пластмассовые штучки с нее слетели это речь идет о тойота лендкруйзер 80 вот для того периода это была такая прогрессивная машина сейчас уже раритет потом сотка появилась потом уже появились появились вот так вот дорогие друзья и конце концов у нас машина была застрахована страховая компания нам все сделано все купила все новое все заменила без страховой компании очень давно сотрудничали страховали у нее свои машины свой транспорт и никаких проблем абсолютно не было когда это была компания айси групп потом она вообще развалилась что или трансформировалась не знаю может быть и есть не дай бог нам сказать что их больше нет но в общем айси группа называлась она что-то я не давно уже не слышал но тот тип который клялся и божился что у него абсолютно ничего нет что он ничего не может сделать а мы тогда ему сказали что не можешь ты пошел ты в черную мать и потому что нам страховая компания сделает а дальше там ваши дела в общем и страховая компания его эту машину у него конфисковали отправили эту машину на штрафную стоянку он потом приходил в этот центр где нам делали эту машину он выпрашивал эти старые детали которые были сняты с нашей машины чтобы понести вот эти поврежденные как-то восстановите потом продать и чтобы эту сумму нести вот в общем что то что то что то что но я не знаю даже как закончилась его историю но вот так вот очень гордые они джигиты а потом когда дело до дела дойдет до денег когда доходит дело то у них уже нет ни копейки абсолютно они уже оказывается вот эта машина была последним их оплотом последней их надежды эта машина была на которую там вся семья надеялась там престарелые родители там больная бабушка и дедушка больной все 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 лучше македа 33 несчастья а так они прямо самогордость когда летать вот тупо но существует до ограничение по скорости существует правило дорожного движения существуют какие-то нормы нормативную руководствуясь этим а цена если всем руководством задам если все вы всем все делали правильно тогда бы никто бы ничего не делал неправильно вот я очень рад что вас заинтересовало наше видео про новогодние ярмарки но вот сейчас уже идет как раз сезон этим новогодних ярмарок я буду показывать уже что происходит в разных районах разных торговых центрах тбилиси потому что это действительно интересно вот здесь макдональдс у нас открылся мы сами кстати говоря теперь уже вот мы тоже стали такие цивильные я шучу конечно же макдональдс нельзя определить цивилизацию тем более стране хачапури и шашлыка лобби и лобби они его сейчас тоже у нас будет цикл уже кулинарно всяких изысков новогодних при новогодних спустились по уже к гостиницам вот этим еще спустимся вниз опять к столе у нас круговые кольцевые маршруты я думаю что они вам вечерние нравится сейчас совершенно спокойно можно ездить без пробок без заторов транспорта прекрасно на себя чувствуешь пути входит на это у тебя очень много времени с поездки мимо автовокзала но какие-то у меня видео действительно длинные там получились я вот помню вот с циротели когда вы приехали в сторону что ничего мы ехали ехали с циротелем и ехали в сторону а площадь героя в сторону телевизии там 20 минут из-за пробок из-за заторов получилось это видео ну и потом еле-еле она вот уже вот села на на площадку да вот загрузилась потому что сложновато сложновато интернет то 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 пашет то не пашет то я на ту канава справа бывшая не выше действующая автостанция слева и с правой стороны вот бывший магазин электроники помните буду один здесь все можно было достать и цветные телевизоры и верия и кнопочные телефонные аппараты в час если кто-нибудь из молодежи смотрят даже не поймет о чем я говорю что за цветный телевизор какой еще может быть телевизор если не цветной что такое кнопочный телефон сейчас же вообще сенсорные телефоны это речь идет о городском телефоне в общем все изменилось все поменялось теперь все уже по-другому ну все дорогие друзья я прощаюсь с вами до следующего ролика чтобы не получился он слишком таким длинным и диким спасибо всем за внимание и до встречи